Добрый вечер, меня зовут Мария Элькина, я архитектурный критик и расскажу вам сегодня совсем немного про то, как был устроен Ленинград, ну то, что называется эпохи модернизма, то есть с 1956, ну и примерно 1990-1991 года. Мы совсем, можно сказать, в общем на это глянем, посмотрим на истоки этого явления, на то, что, собственно, оно собой представляло, как так получилось. Ему говорил именно про тот Ленинград, который было принято не любить, особенно в то время, когда он создавался, гражданка Курчина, проспект Славы, московский район. Для того, чтобы понять, что вообще во второй половине XX века с архитектурой случилось, Ленинград не был уникальным явлением. Мы чуть-чуть поговорим о том, насколько то, что происходило с нами, происходило только с нами, а насколько это происходило со всеми. И мир к нему каким-то образом пришел. Причем, как это часто бывает, идти к нему начал задолго до того, как стали видны какие-то результаты. Что мы видим перед собой? Я вот даже сама не помню, что мы видим перед собой. А, да, я могу себе представить, что мы видим перед собой. Мы видим план некоего города. Мы на самом деле видим реконструкцию, ну, не настоящий план, а то, как археологи себе это представляют, очень-очень древнего города Махенджидара. Это примерно около 2000 лет до нашей эры. В 1700-е годы Махенджидара прекратила свое существование. Что мы здесь видим? Мы видим некий набор стандартных зданий, которые... Ну, а в какой странах, скажите, Индии? Ну, это примерно Индия, да? Нет, это было... Нет, это было хотя бы... Индия, да, это в районе современной Индии. Это в своем районе современной Индии, его англичане открыли. Это такой известный очень древний город Махенджидара. Почти такой же известный, какой он. Я не обманывалась, честно-честно. Там даже были общественные туалеты, представьте себе. А это... Тоже реконструкция плана города. Это город Чинген. Рядом, например, где-то с современным китайским. Это во время династия Цинь, то есть где-то параллельно с Древним Римом существует Чинген. Но в отличие от Древнего Рима Чинген не терпит крах. Но нам что здесь интересно? Нам опять интересно, город поделен на кварталы. Еще более регулярные, чем было это у индусов. И там тоже есть... Здесь мы этого не видим. Но там есть тоже стандартный набор неких регулярных застройок. А это тоже Чинген, но мы видим примерно, где и что в нем было расположено. То есть мы видим, что были дворцы, были административные учреждения, были обязательные храмы. И было разделение на зоны. Что где-то у нас жили ремесленники, где-то военные. Китайцы вообще... У них довольно рано появилась бюрократия. И город, разделенный на кварталы, был хорошим способом это контролировать. Тем не менее, везде вот здесь. Ну а что это за город? Я думаю, что вы можете угадать. Ну, почти. На самом деле даже написано, что это за город. Да, это Александрия, конечно. Это тоже Александрия. И тоже регулярная сетка улиц. И стандартный набор учреждений. Я это к чему все рассказываю? К тому, что на самом деле самых-самых ранних времен существования городов А это город Тимгат, римская колония. Почему я показываю его? Это довольно... Его руины, скажем так, достаточно хорошо сохранились, чтобы мы себе хорошо представляли план города. Таких колоний были тысячи у римлян. И тоже они, мы видим, кроме сетки улиц, видим стандартный набор зданий. Вот у них есть форум, где происходит гражданская жизнь. Есть обязательно баня. Есть триумфальная арка. Есть стадион. Не знаю, есть ли он здесь, но там есть наверняка стадион. Есть обязательно театр. То есть тоже некий стандартный набор, который в городе должен быть. Он разный от города к городу, но тем не менее мы видим нечто общее. Перетекающее. Были города, которые были устроены совсем хаотично, как, например, Древний Рим или Древние Афины. Но в них тоже был стандартный набор сооружений. Но это, в общем-то, все, что контролировалось. А вот уже средневековая Венеция. Мы не видим здесь никакой сетки. Несмотря на то, что если мы будем изучать Венецию, мы увидим, что в ней тоже есть некий стандартный набор центральных удобств. Например, в каждом районе Венеции есть своя центральная площадь. И так было уже в XIII веке, и поэтому Венеция считается пионером городского развития. Но тем не менее, за исключением некой общей сложившейся планировки и некого обязательного набора таких центральных городообразующих элементов, в городе, на самом деле, ничего не контролируется. Вот так, чтобы вдоль и поперек. А вот уже Амстердам. Амстердам немножечко меняется. Это план Амстердама XVIII века. Амстердам в XVII веке становится самым богатым городом Европы. Голландская империя самый сильный. Пока ее не потесняют немножко англичане. Амстердам уже представляет собой несколько другую структуру. И она отличается даже тем, что она отличается формой. То есть она такая... Не то, что здесь есть кольца и радиус, но как бы не кольца, а такие ломаные линии. А здесь есть совершенно другой элемент. Вон в день закрашенную часть и незакрашенную часть. И образ делены на кварталы. Это уже город, который рассчитан на некий непрерывный рост. И на некий непрерывный рост за счет более или менее однообразных элементов. То есть что-то начинает меняться. Мы видели до этого, что города не были на самом деле рассчитаны на рост. Оно и понятно... Вообще экономика, понятие экономического роста, которое должно происходить все время, оно проникло в западную цивилизацию примерно на рубеже... Ну, когда Колумб открыл Америку. И богатство повезли более или менее ниоткуда. И тут люди поняли, что можно извлекать богатство из каких-то открытий. Что это вот не постоянная величина. Вот ты открыл Америку, привез туда золото, и богатство стало больше. И экономика стала расти, и население городов стало расти. И вот мы уже видели вот в Амстердаме, а этот город мы хорошо знаем. Это город Петербург. И сетка Васильевского острова, которая, кстати, сложилась примерно так, как Трезинья ее нарисовал. Но, опять же, внутри этой сетки ничего не контролировалось. Вот она сама, да. То есть это уже город, рассчитанный на рост. Причем на довольно большой рост. Это вообще город, рассчитанный на то, что он из ничего появится. Как, кстати, Александрей. Но при этом контроля за тем, что внутри сетки, его в общем пока нет. Это мы смотрим, почему-то кажется, на Париж XIX века. Да, несомненно, это Париж XIX века. А дальше происходит Петербург. Петербург уже в некотором смысле провозвестен. И дальше происходит промышленная революция. Промышленная революция дает людям производить все больше благ. Предлагает этому все меньше усилий. И это значит, что она обеспечивает наплыв населения в города. С одной стороны, христианам нужно все меньше работать для того, чтобы пораметь себя и остальное население. А с другой стороны, фабрики и заводы требуют рабочих рук. И эти города становятся перенаселенными. И это огромная проблема. Я не буду рассказывать об этом подробно. Я думаю, что большинство из вас представляет себе, что такое урбанизация XIX века. Это такой драматичный момент в истории, когда города стали местом встречения большого количества людей. Люди эти жили очень бедно. А главное, сами города были очень грязными и уютными. Потому что они были абсолютно к этому не готовы. В средние века большой, очень большой какой-нибудь город, не знаю, Миланде, 100 тысяч человек. Но 150 это совершенный предел. В городе, наверное, во времена ее расцвета было 400-500 тысяч, но она не относилась фактически к европейской цивилизации. А европейские города пережили это как шок. И плюс появились железные дороги, по которым люди смогли приезжать в города. Это тоже был важный фактор. И с этим и городами нужно что-то делать. И большинству европейских правителей довольно очевидны, что это совершенно необходимо. Вот что с ними делать. Денег на то, чтобы просто резко сделать их лучше? Нет. Кроме того, не очень понятно, как сделать их лучше. Но Париж такой классический пример, он нам хорошо известен. Потому что в Париже, как мы знаем, был барон Осман. Барона Османа, кто-то им восхищается, кто-то осуждает его. Кто-то говорит, что зря он снес старый Париж. А кто-то говорит, что хорошо, вот красивые бульвары, получились при Османе. Но самое важное, что нужно понимать про Османа, то что главные его достижения были вовсе не лежали ни в эстетической плоскости. Логика трансформации, произведенных Османом, состояла в том, что мы не можем обеспечить каждому человеку свое пристойное жилье, но мы можем обеспечить такое состояние города, его улиц, которое будет эту социальную напряженность снижать. Мы знаем, что в 1848 году по Европе, почти по всем странам, прокатилась война либеральных революций. Европейским монархам нравиться это не могло. И они понимали, что как-то плотина прорвалась. Один раз прорвется, несомненно, еще раз. Рост городов, конечно, я считаю, многие считают, он, конечно, был очень важным фактором в процессе демократизации и либерализации. И, в общем, нужно было сделать улицы Парижа такими, чтобы по ним было не неприятно ходить. Обустроить улицы Средневекового города довольно сложно. Они нерегулярные, узкие, их даже просто почистить трудно. А Осман, он что сделал? Он сделал эти бульвары, он приложил в них канализацию. Канализация – это вообще важнейшее достижение. В Ленинграде не было канализации впредь до революции. А может быть, если бы была канализация, то революции бы никакой не было. Это вообще очень связано. Никто не прослеживает. Но я уверена, что бытовое состояние города, как сейчас, нам не нравится снег, и уже там, глядишь, губернатору не нравится. Хотя мы, собственно, политически не очень понимаем, что он там делает, что не делает. Просто грязные дороги, да, мы раздражены. А кто виноват виноват губернатор? Да, и так всегда абсолютно. Это совершенно естественный ход нашей мысли. Он поставил в Париже фонари, много фонарей. Париж стал освещаться. В общем, он сделал Париж чище. Вот он сам, барон Осман. А вот бульвар Осман. Он же, да, придумал вот это, то, что называется, дизайн-код для этих сравнительно высоких зданий, которые и формируют нынешний облик Парижа. А это другой человек, которого знают хуже. Но который, на самом деле, произвел революцию гораздо более глубинную, чем барон Осман. Потому что Осман, он, собственно, переделал один город. А это инженер, не архитектор, и не градостроитель, и не политик, а просто инженер, которого зовут Эльдефон Серда. Он же в городе Барселона, где были примерно те же самые архитекты. И он изобрел, сам того некоторым образом не желая, может быть, он не понимает, что он изобрел до конца. Он изобрел то, что называется словом «урбанизм». Урбанизм, сейчас я объясню, что это такое, на примере того, что он сделал. Это его план районной шампле. Вот там где-то мы видим старую Барселону. Вот мы видим эти знаменитые широкие проспекты. Много-много более-менее одинаковых кварталов. Вот так это выглядит сверху. Он не очень хороший кадр, но мы все равно не понимаем. Вот мы видим здесь где-то соградит фамилию, которую достроили и сделали не такой красивой, какой она была недостроенной. Мы видим эти диагональные улицы и видим много-много-много одинаковых кварталов. У этих кварталов, между прочим, развлечемся, была некая эволюция. Вообще, Осман изначально их планировал такими открытыми. Но должны были быть сады. Потом все-таки местные девелоперы того времени настояли на том, чтобы они были закрыты. А дальше просто плотность этой застройки, она все время увеличилась. По той же причине, по которой сегодня увеличивается плотность застройки. Потому что застройщику нужно больше квадратных метров. Потому что каждый квадратный метр – это деньги в его карман. Он их себе хочет. И так было всегда при капитализме. Это обратная сторона. В капитализме есть много всего хорошего. Но есть вот этот минус. Прибыль, она очень часто является более сильным стимулом, чем какие-то этические устремления. С другой стороны, мы знаем, что когда у людей этические мотивы, они часто бывают гораздо более кровожарными, чем те, кто просто гонится за прибылью. В городе так. В городе это все уплотняется, уплотняется и уплотняется. До какого-то предела. Пока не возмутится общественность, и тут девелопер с политиками начинают спятиться. И снова высаживать нам деревья, вместо того, чтобы увеличивать плотность застройки. И вот как еще раз выглядит Эшамплей. В чем тут, собственно, революция? Революция в том, что Серда придумал, что каждый городской квартал должен содержать определенное количество удобств для их жителей. И каждый набор кварталов должен содержать еще какое-то другое, более важное количество удобств. То есть он придумал, на самом деле, что город, это набор более или менее равномерно распределенных функций. Вот ты условно живешь где-то, то есть центр Барселоны, он уже не мог собирать всех. Но ты живешь где-то, тебе нужно ходить к врачу, тебе нужно покупать продукты, водить ребенка в школу, ездить на извозчике или на трамвае, или еще на чем-то, или на автобусе. В общем, тебе нужно, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность, чтобы какие-то услуги, они были в твоей доступности от тебя. И он, собственно, придумал, что город это просто воспроизведение этих удобств. Вместе с жилой площадью. И это, с одной стороны, было великое открытие. Оно, вообще говоря, подарило нам в некоторой перспективе все эти удобства. Оно привело к тому, что мы считаем совершенной нормой, что вот рядом с местом, где мы живем, какие-то вещи непременно должны быть. А если их нет, то мы строчим жалобу в правительство, в комитет, в прокуратуру. И говорим там, почему у меня там нет того, или почему нет сего. Там не строят метро, мы возмущаемся. А попробовали мы где-нибудь там в 15 веке возмущаться, что как-то нам передвигаться неудобно. А нас бы прям не поняли совсем. А тут нас понимают, да. То есть нам даровали такое право. А с другой стороны, какое-то другое качество города, связанное с мифологией, с памятью, с уникальностью, оно, конечно, со временем было принесено в жертву вот этому функциональному подходу. В 20 веке все это получило новый совершенно виток. Да, мы что-то там наверняка пропускаем. И то, чтобы между льдафонцами Серда и 20 веками ничего не было, но мы пытаемся понять самое важное, чтобы все-таки еще увидеть Ленинград сегодня. В 20 веке были люди, которых мы назвали бы демиургами. Вообще, это такое сложное слово, оно сейчас негативное, да, немножко имеет оттенок. В среднем века это был просто мастер, да, который служил обществу. Но в 20 веке эти мастера служили обществу так хрияно и так самозабвенно, что общество немножечко стало прижимать плечами. Действительно ли вы хотели нам хорошего, действительно ли у нас, у вас так получается. В общем, они стали много на себя брать. Это, ну, мы знаем, да, кто это? Да, это Ле Корбюзье. Это безумие Ле Корбюзье, которые хотели снести Париж и строить его непоскребами, а потом снести непоскребы в Нью-Йорке и построить какие-то свои более лучшие непоскребы. Но первую революцию он произвел, когда придумал вот этот макет дома Домино. Ну, казалось бы, все очень просто. Это стойки, платформы, и ты можешь на них как угодно размещать квартиры. Это была революция. Хотя он сам ничего не придумал. Это особенность Ле Корбюзье. Он использовал те технологии и те знания, которые уже были, но он правильный популяризованный. Но на самом деле это дом, который может производиться уже промышленно. Если дома, вы можете производить эти заводы, потому что никакой из его элементов не является на 100% уникальным. А это еще всего лишь 20-е годы. И поэтому неудивительно, что именно Ле Корбюзье считают одним из авторов... Давайте вообще почитаем известного нам поэта Бродского, который был, несомненно, одним из тех, кто ненавидел эту архитектуру модернизма. Это то, что он пишет в Стамбуле. В Стамбуле немножко другая ситуация, но похожая тема. И это повсеместно. Даже в городе летящий мордопесок, выкалывающий мир из глаз. И на том спасибо. Всеместный бетон, консистенция кизяка, цвета разрытой могилы. О вся эта недальновидная сволочь. Корбюзье, мадриан, гробик, пес, изродушие мир не хуже любого люфтваффла. Стаббизм, но он лишь форма отчаяния. Не будем дочитывать до конца. Вот если вы хотите, дочитайте. Здесь путешествие в Стамбул. Бродскому Стамбулу страшно не понравился. В Стамбуле есть такая проблема, которую Бродский наблюдал. Даже более ярко, чем и сегодня. Старый город очень активно за последние 50 лет, в этом можно прочитать у Архана Памук, например, выстенился новыми бетонными домами. И они растут прямо как грибы. То есть они такая очень быстро распространяемая форма архитектуры. Нам что важно? Нам важно здесь список обвиняемых. А вот Бродский эту архитектуру не любил. А кого он считал повином? Значит, повином Корбезье, уже названного, там был Мандрян и был Гропиус. Давайте на них посмотрим. Ну, Мандрян. Что, собственно, что такого сделал Мандрян? Он вообще ничего не строил. Он рисовал. Почему Бродский так его пригвоздил вдруг? Он довольно безошибочно, на самом деле, называет. Вот этот круг лиц. Причем он называет Мандрян. У вас есть идея? Ну, да, на самом деле, это абстракция, да? Он, на самом деле, живопись, да, заменил вот эту вот предметную штуку на абстрактную, да? Причем очень геометрически выверенную. Он, на самом деле, уже дорисовал нам этот город. Дальше оставалось, что называется, только перевести его в объем. Но мы знаем, что это Зимир Малевич. Он сначала придумал супермартизм, а потом перешел к архитекторам. То есть он, когда придумал эту историю на плоскости, он ее перевел в объем. Ну, вообще, Мандриано Малевич – гений. Бродский очень патриотичный, мне кажется, обменяет во всем Мандриано. Нам это должно быть приятно. Архитекторное Малевич придумал, находясь в Ленинграде. А это Гропиус. И это Школа Баухаус де Сау, ее фрагмент. Школа Баухаус. А там интересный момент, о котором нужно говорить. Почему я не говорю, например, сейчас про русский конструктивизм, а говорю в большей степени про западный авангард? Потому что, как ни странно, на послевоенную архитектуру западный авангард повлиял гораздо больше. А советский конструктивизм, несмотря на то, что он находился в очень, ну, вынужденных, скажем, условиях, он находился в условиях, когда он должен был создавать всю эту социальную архитектуру, о которой мечтали в Школе Баухаус. Он, за ним, был гораздо более артистичный. То есть, в своих лучших проявлениях, не знаю, Константин Мельников, он совершенно не человек, который… То есть, он не перевел архитектуру полностью в социальную деятельность. А в Баухаусе вполне это сделали. В Баухаусе были пять принципов, с которых мы сейчас многое поймем. Цель любого искусства – это здание. Неочевидно. Вот эти все портреты, которые вокруг нас, они, в принципе, сами по себе не нужны, пока они не являются частью здания. Потому что здание – это что-то, где можно жить, что дает нам крыши над головой. Это имеет какой-то смысл. Ну, здесь две стороны. С одной стороны, такая рациональность и функциональность. С другой стороны, вообще, изначально, ну, скажем так, на заре эпох, все искусства, они примерно где-то вокруг здания исходились. Все искусства, они к архитектуре так или иначе были привязаны. «Форма следует функция», говорили в Баухаусе, но они не придумали это первое. Кто-нибудь придумает, вспомнит, кто сказал это первой? Ну, у меня все равно нет картинки, поэтому я забыла ее вставить. Первое это сказал американский архитектор Луис Саллин. Не очень известный факт. То есть, это как-то так закрепилось с Баухаусем. И он-то вполне себе, то есть, он не строил такие совсем уж простые здания. Он, как раз, довольно сложные и декоративные вещи сооружал, но он имел в виду формы следуют функции, в смысле, что… Вот сюда, извините, пожалуйста. В общем, он имел в виду, что декор каким-то образом следует за конструкцией, что по нему должно считываться, что находится внутри. Разумное использование пространства, материалов и денег. Тут уже мы начинаем узнавать что-то, что мы потом прочтем в декрете о борьбе с архитектурными излишествами. Разумно используются товарищи. Они не хотели при этом ничего плохого. То есть, это была реакция, что называется, честного человека. Почему иногда плохо быть хорошим? Они просто увидели на рубеже 19-20 веков многие из них. При том, что в городах огромное количество бедного населения, безумное количество каких-то украшений, декора и материалов переводится просто на то, чтобы сделать здание красиво. Я думаю, ну как так вот? Людям жить негде, а вы тут лепите свою лепнину. Ну новость. Давайте, значит, разумно использовать пространство, материалы и деньги. Новизна, да? Все должно быть только новое. Тоже мы, в общем, не можем за это их осудить. Они увидели на своих глазах, причем увидели это гораздо более резко, чем мы, как мир быстро меняется. И они были этим естественным образом восхищены. Мы тоже видим, как мир быстро меняется, но мы привыкли к этим переменам. У нас перемены – это естественное состояние. Вот 20 лет назад телефона не было примерно никакого, ну или какой-то был совсем простой телефон. Ну и что? Я понимаю, что сейчас есть этот, а потом мой телефон будет гнуться, а потом, может быть, он будет встроен куда-то в мою сережку, и я спокойно к этому отношусь. Но будет удобный телефон, я куплю. А они это видели впервые, да? Машины поехали по городам, там метро становилось все больше и больше. То есть было совершенно непонятно, к чему эти перемены приведут. И казалось, что они приведут к хорошим, казалось, что это все благо. И потом оказалась еще одна вещь, которая важная, которую зря сейчас забывают. Они, в общем, понимали, что если задача обеспечить это бедное население и жилье, а архитекторы часто ставили себе такую задачу, то спасти в этом смысле может только какой-то технологический или научный прорыв. И вот это совершенно верно. То есть увеличивать количество ресурсов, которые может потреблять один человек, невозможно просто так ни из чего. Если бы мы жили там по-прежнему в аграрном обществе, мы бы себе не могли позволить даже тех домов, в которых мы живем сейчас. Мы не смогли позволить, потому что появились сначала производства, сначала был саперовой двигатель, потом двигатель, внутренний возгорание, появились путешествия, биржи и вот это все. Благодаря этому мы все время богатеем, мы живем идеей роста. Ну хорошо или плохо. Можем сказать, что рост это плохо, но тогда должны начать с себя. То есть сами жить прочее. То есть они правильные. То есть новизна была здесь не просто прихоти. Ну и, конечно, простота и эффективность. Вот их принципы. Вообще они были совершенно не маргиналами при этом в Европе, надо понимать. То есть это была какая-то школа, но более или менее сектор. То есть они что-то построили, но там ничтожно мало по сравнению с тем, что построили вообще в Европе в 20-30-е годы. Вот это стул Марселя Бройера, он называется Василий, в честь нашего соотечественника Василия Кандинского. А вот это другой стул Василия Бройера, не помню, как он называется. Это все довольно дорогие предметы дизайна. Они производятся и сейчас, но они стоят, ну, как несколько средних петербургских зарплат каждый. То есть вот эта цель наладить массовое производство. Они хотели, на самом деле, наладить массовое производство всего. Мебели, домов, то есть это все должно было стать дешево и доступным. Но посмотрите-ка вот сюда. А это стул из икеи, который уже стоит, ну, примерно 10 или 20 долларов. И в основном человеку со средним заворотом в Петербург будет доступен. То есть они сами не реализовали свою вот эту идею изменения мира, да, и массовость этого дизайна, но вполне себе положили начало чему-то большему. И, грубо говоря, окея бы не было, если бы не было баухауса. С другой стороны, если бы не было баухауса, было бы наверняка что-то еще. Промышленный дизайн был очевидной потребностью. И, в общем, то же самое произошло с домами. То, что они строили как нечто эксклюзивное и редкое, там, 20-30-е годы, оно стало невероятно-невероятно массовым. То есть вот все эксперименты, там, с промышленными, с панелями, там, с бетоном, со свободными планировками, оно все приобрело мощность. А все-таки Ле Корбезье для нашего Ленинграда, он будет, наверное, одним из центральных персонажей, где-то были другие, очень сильно на наши нормы проектирования повлияли, например, немец Бруно Таут, но это отдельная тема. Это второй раз, когда Ле Корбезье несколько раз сравнивает Ле Корбезье с Люфтваффе. Это «Ротогнамский дневник». «А югский полдень капает из вафли на блюдчу, на хордецких голосов, вокруг громады новых корпусов. У Крабезье – это общая Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменной обликой Европы. Чтобы забудут и яроститься глупо, тот резво завершат карандаши». Брусский совершенно это ненавидно в некотором смысле объясняет, почему. Мы видели в предыдущей цитате, что он, так сказать, увидел не только архитектурную часть этого, но как бы идеологическую, то, что называют принципом линейности. Ему это не очень нравилось. Но, тем не менее, в отношении Роттердама сейчас можем сказать, что он, скорее, оказался неправ в чем-то. Но мы увидимся не здесь, а где-то мы там дальше увидим Роттердам. Сначала мы разберем, почему все-таки именно Ле Корбезье. Потому что Ле Корбезье был человеком, вот Роттердам писал довольно сложно и возвышенно. Роттердам вообще отчасти философ. А Ле Корбезье – совершенно восторженный, фанатичный человек, который гениально свои идеи, даже отчасти не свои идеи, а те идеи, которые ему больше нравились. Он гениально популяризовал. Вот, например, пять принципов новой архитектуры. Эксплуатируемая кровля, но он говорил сады на крыше, но сейчас бы его правильно сказать, что это эксплуатируемая кровля. Свободный фасад. Что значит свободный фасад? Вот здание, где мы находимся, стены наружные несущие. И размер окон, и декор, и карнизы. Все некоторым образом зависит от этой несущей функции стены. И сама форма этой стены тоже от этого зависима. А вот в том здании домино, например, которое мы видим, вообще в любом здании, которое держится на каркасе, как, например, готическое здание. У нас были раньше такие примеры. Фасад не является несущей конструкцией. И это значит, что он может быть сделан формой волны, сделан из какого-нибудь современного невероятного композитного материала, как мы теперь знаем. Корбюзи еще не знал. В нем могут быть окна любой совершенно формы. Он может весь быть одним сплошным окном, как бы сказала бы мисс Вандерой и так далее. Свободная планировка. Но, опять же, мы видели это в доме для Корбюзи. Можем с вами... Берем старый доходный дом. И мы знаем, что у нас какие-то стены можно без труда снести, потому что это перегородки. Но какие-то стены мы снести ни в коем случае не можем, потому что они несущие. А вот в доме типа домино, который держится на каркасе, там, конечно, планировать внутреннее пространство можно более или менее как угодно. Во всем случае, гораздо более свободно, чем это происходило раньше. Опоры столбы. У нас есть уже дома на курьих ножках. Такая экологическая идея. Ее красиво очень оформил ученик Малевич Лазархидеки, который тоже жил в Ленинграде. То есть, чтобы здания не занимали поверхность земли и не наносили экологический урод среде, их ставили на опоры, то есть поднимали на этаж или два или даже пять, и у нас на земле оставалась земля. И ленточные окна. Ну, вообще, что ленты, окна, прикосады могут распределяться как угодно, в том числе и вот такой склошной линией. А еще более резким его документом, и еще сильнее на все повлиявшим, была Альинская харция, который в итоге подписал Конгресс современных архитекторов в 1942 году в Афинах. Это был легко читаемый документ, вы можете его найти в интернете и прочесть, о чем там идет речь. Это совершенно все доступно. Но, к сожалению, по ее принципам, планируется Петербург до сих пор. Там было два главных постулата в этой Афинской харте. Первое, там, квартирный блок должен стоять в свободном пространстве. Это не вполне странная прихоть для Корбюзье, а реакция на отсутствие солнца в городах XIX века. Там все было грязное такое, и солнце не попадало в двери, а кто-то жил вообще без окон. И вот, наконец-то, пришли хорошие архитекторы и придумали, как сделать так, чтобы у всех было солнце. Если вот его слышите сейчас в дискуссии, читаете о том, как, значит, быть с нашей архитектурой и градостроительством, у нас до сих пор есть форма инсоляции, норма инсоляции. Вот из-за этих норм инсоляции мы очень много чего не можем, да, потому что, получается, что все-таки они отбирают у нас больше, чем дают нам. Из-за этого, да, из-за этого мы все время вынуждены, на самом деле, по-прежнему строить примерно что-то похожее на советский микрорайон. Потому что по-другому нельзя. И второй принцип, который совершенно оказался позже губительным для города, но очень оказался разумным – это разделение на зоны. Опять же, можем свериться с нашим генпланом, у нас там в генплане все ровно так. Вот жилье – это жилье, оно отдельно находится. Вот производственная зона – это производственная зона, там у нас находится производство. А деловая зона, где у нас офис – это третья зона. А зеленая зона или зона с досугом – она четвертая. И даже дороги, транспорт – это отдельная зона городская. Мы сейчас все на зоны разделим, нам все будет просто и понятно. А Корбюзье вообще многие люди в XX веке, познав радость от рациональных открытий, они вообще были очень рады тому, что мир можно рационализировать. Вот мы сейчас этот город разделим на зоны, и у нас такого сложного и непонятного станет простым и понятным, и мы сможем его контролировать. То есть это было таким следующим шагом – деление на кварталы. Деление на кварталы вообще тоже не идеальный принцип планирования. Ну, например, потому что у вас сильно увеличивается расстояние из точки А в точку Б. В современном городе оно более естественное, скажем так. Вот как люди ходили из точки А в точку Б, примерно так эта улица и идет. А если все разделено на кварталы, то ты все равно будешь делать вот эти зигзаги бесконечные. А разделение на зону, оно еще более оказалось неудобным, и мы это потом увидим. А вот уже у нас у микрофона не броский ассамбле Корбюзье в 1957 году, а он должен до этого времени. Бесконечные огромные… В 1957 году была переездная Афинская хартия. Это, собственно, тех, как ее переиздание. Корбюзье уже наблюдает первые результаты. Ему не нравится. Бесконечные огромные переизмены происходят теперь во всем мире. Цивилизация века машин устанавливается в условиях хаоса, случайности и разрушения. Так продолжается целое столетие. Но так же и век, который пробуждает новые силы. Век, несущий прозрительные идеи и понятия продолжения. И, может быть, новый день придет. Вообще, в 1957 году, когда Корбюзье это пишет, новый день уже во все приходит. Вот до войны было очень мало мест, где идеи авангарда раннего модернизма как-то реализовывались. Там была экспериментальная деревня в Вене, где авангардисты все построили какой-нибудь дом. Или что-то чуть-чуть где-то в Берлине. Но вообще мир жил прекрасно без этого, что называется. Были эксперименты по строительству панельных домов под Парижем, например. Но это были именно эксперименты. То есть это никак не складывалось в общую картину. Вот это было только два места двойные, где эти идеи реализовывались масштабно. Это Советский Союз. И вот этот Махмедевский гараж Мельникова как раз иллюстрация к тому, что скорее советский авангард как раз был гораздо более нацелен на решение художественных задач, чем социальных. И Тель-Авив. Вот это Баухаус Тель-Авив. Это что называется Белый город. Жители Белого города до сих пор проклинаются. Их гордиться за то, что они строили из бетона. И больше того, архитектор Ахмедельсен прямо на месте их и предупреждал. Он тоже там жил вместе с ними и тоже что-то строил. Он говорил вам, не надо современно это строить, а так открываться вперед. А вы посмотрите, как тут строили 20-летие. Что-то строили из камня, с внутренними дворами, с фонтанами. Ну, потому что жарко, товарищи. А авангардисты не слушали его. Думали, что он такой, ну, сумасшедший. Наверное, конечно, ничего не думали. Но, в общем, не слушали ни в каком. И построили этот бетонный город. А в Советском Союзе задачи были вполне социальные. Они не очень решались. Это фабрика Гуфни на Васильевском острове. Довольно-таки известный нам. Но ее как-то превратили уже дважды в торговый центр. Не очень симпатичный. Но вот она есть. В Советском Союзе авангард тоже решал социальные задачи. Решал их вынужденно. Решал их, на самом деле, плохо, потому что денег на это не было. Но, тем не менее, это была еще одна важная идея, которую мы должны обозначить. И которая вот впервые появляется в 20-30-е годы. Это фабрика кухня. А еще там были домобыты, домокультуры и так далее. Была, вообще, очень сильная идея того, чтобы часть функций из квартиры вынести. Вот вам не нужно иметь в квартире обязательно там кухню, какую-нибудь ванну роскошную. Мне вообще много чего не нужно. А может, в квартире было где поспать, но какие-то минимальные удобства. Баню мы построим вам центральную в районе. Столовую мы сделаем вам тоже центральную в районе. Вы там будете питаться. И вообще побольше функций вынести за пределы квартир. Нетрудно догадаться, почему это дело столько из экономии. Вот это была ситуация отсутствия денег, которую нам уже трудно довольно понять. Плачество жизни с последних 100 лет очень сильно выросло. И мы, глядя на это, понимаем, насколько оно выросло. То есть мы живем в обратной ситуации. Кухня у нас есть, ну это практически автоматически она у нас есть. В самом плохом случае мы живем в общежитии, где есть некая общая кухня. А в заведение общественного питания мы ходим, но это некая роскошь. Это крестовский жиломассив, старая фотография. Вот. Но это то, что было до войны. Потом к нам ехали авангардисты из Европы. Им страшно нравилось все, что здесь происходит. Им нравилось, что были эти строительные институты. Что не каждый автор отдельно и каждый сам себе хозяин. А вот институты, где все коллективно и вместе делают по-настоящему. Они мечтали большинство модернистов ранней волны, им первой волны. Им вообще страшно нравилась идея коммунизма и Советского Союза. Им казалось, что там примерно и наступит справедливость. Ну это Алвара Алтык, он не ездил, но участвовал в гражданской войне и вообще находился ближе. И имел возможность догадываться о том, что происходит на самом деле. А вот после войны, после войны, маятник качнулся в сторону новаторов. Не то, чтобы они победили в какой-то войне, а просто обстоятельства перешли на эту сторону. Потому что еще и сильно разрушенная с одной стороны, а с другой стороны находящаяся в состоянии некого довольно уверенного экономического роста, Европа нуждалась в большом количестве дешевого жилья. И вот же уже все придумали. И у нас на картинке нет ни Купчина, это Париж. А вот это Амстердам. На юго-востоке Амстердам был такой район, вообще на 100 тысяч человек. Вот в таких вот больших домах. И это вот тоже Амстердам. А вот мы видим здесь, как его реконструировали. Часть этих домов снесли, а часть они недавно придумали, как реконструировать. Они дали людям возможность самим эти квартиры планировать. Ну и заменили какие-то, очевидно, плохие элементы фурнитуры на окна. И, в общем, они вернули этот дом к жизни. А вот это уже Купчина. Ну, в общем, похоже. Ну, оно отличается, сейчас расскажу на самом деле, чем. На самом деле отличается. Ну, в общем, да, мы начинали с того, что были вполне в тренде, да. Ле Корбюзьет пишет последнюю цитатуру, которая цитировала в 57-м году. А в 56-м, по-моему, у нас как раз выходит постановление о борьбе с излишествами в архитектуре. А, как и странно, архитекторы говорили об этом еще раньше. То есть еще даже при живом Сталине архитектор Буров осмеливался писать, что, вообще-то, очень трудно одновременно строить жилье дешевым, и вот столько всякого тяжелого декора использовать, что было бы как-нибудь что-нибудь одного, может быть, товарища. В коммунистическом массовом жилье были свои очевидные особенности, которые отличали его от, скажем, западноевропейского. Потому что еще была Мексика, это вообще отдельная история. Еще была и есть Азия, и был Ближний Восток. Во-первых, мы изобрели такую штуку, как микрорайон, которой не было. В западноевропейской архитектуре было понятие суперблок, которое досталось более или менее отсюда. Это вот несколько таких кварталов. А микрорайон, он больше, то есть в нем больше населения. Он совсем замкнут от движения какого бы то ни было. И окружен широкими дорогами. При коммунизме отставали строительство инфраструктуры. Потому что план заключался, дальше уже было по плану, а спроса и предложения не было. Вот план был на квадратные метры жилья. Как, кстати, сейчас нам Владимир Владимирович говорит? Мы должны 120 миллионов жилья, миллионов квадратных метров жилья ввести строить. Владимир Владимирович, а где же мы возьмем станции метро, поликлиники, детские сады к этому всему? Да пофиг на самом деле. Нужно 120 миллионов ввести в строй, и все будет хорошо. Заодно улучшить качество среды в городах. То есть сделать нам сразу невозможно. Ну хорошо, допустим. Так вот, в Советском Союзе совершенно легально оставались строительство инфраструктуры. Вот мы вам жилье построили, вас в него вселили, а поликлинику и метро мы вам построим когда-нибудь потом. Не нойте. Ну ладно, поликлинику построим. Но метро уже точно не нойте. И так как в 19 веке мы метро не начали строить, было очень плохо. И вот тут вот так это все происходило. Люди там десятилетиями жили в этом попчатом. Потом в нем появлялось метро, и появлялся новый большой район, в котором этого метро не было. Немного чего другого не было. Мы подходили к этому научно. И спродуцировали, и до сих пор с этим имеем дело, огромное количество ограничений. Ну вот типа, например, инсоляции. Придумали, что солнце должно светить два часа с апреля по сентябрь в любое окно. И вот пусть оно светит, трава не расти. То есть они как бы были такие отрицательные нормы. Норвежские строительные нормы, например, они существуют как рекомендации. То есть ты их обязан соблюдать, но ты, будучи архитектором или инженером, можешь написать письмо и сказать, что, вы знаете, я вот смотрю, что по нормам у вас так и так, но я совершенно ясно вижу, что лучше делать вот это. Потому что это будет разумнее и вообще во всех смыслах лучше. Если вы технически сможете убедить надзорные ведомства в том, что вы правы, а это возможно, я разговариваю с архитектором, но такое бывает. Ты пишешь письмо, что тебе кажется, что в нормах фигня какая-то написана, а ты понимаешь лучше. Тебе говорят, ну да, конечно. А в Российской Федерации тебе до сих пор скажут, такой советский пережиток, надо, чтобы все было по закону. Почему по закону? Почему именно по этому закону? Закон еще в 30-е годы придумали. Но это не важно, надо, чтобы все было по закону. Такой пережиток, да, коммунистическая эта история, да, потому что она плановая, никто ответственности не хочет, да, все очень взаимпюрократизировано. Не становилось лучше качество дизайна, потому что эти квартиры никто не собирался продавать, и никто не имел возможности их выбирать. И люди, которые это делали, у них, в общем, была довольно низкая мотивация. Но, с другой стороны, у него были не только минусы, у него были и плюсы, которых в Европе это жилье было совершенно лишено. Во-первых, там действительно было много места, и эти микрорайоны превращались в города-сады с яблами, потому что места никто не жалел, оно не стоило застройщику конкретно денег. А вот разбили микрорайоны огромные, разбили, да, это сейчас начинается уплотнительная застройка, потому что все там развлекают выгоды из приключения инфраструктуры. Тогда совершенно этого не было, да, это давало некую роскошь, да, в планировании. Не работали многие функции, да, но были предусмотрены. Например, там первые этажи на проспекте Славы, а не сейчас вдруг, да, когда Советский Союз рухнул, да, коммунистические проекты явили неудачным, у нас начался такой детский капитализм, но главное, что там прошло 10-15 лет, и проспект Славы превратился в один большой там сплошной ресторан, да, там какие-то магазины, рестораны, кафе, и вообще все-все-все, что хочешь. И, наконец, чего, и это самое главное достоинство, которое не связано как с архитектурой, но которое мы сейчас рискуем потерять, вообще это наше главное хорошее наследие Советского Союза, среда была социально однородной. Вот гетто не было. В Западной Европе их было и много, а в Америке еще больше, еще хуже, потому что они построили социальное жилье, и неблагополучные семьи туда все сели, они там становятся еще более неблагополучными. Поскольку Советский Союз распределял сам, кому отдать какие квартиры, то специально, да, это известно. Они следили за тем, чтобы среда была социально смешанной, да, что вот если туда поселил там какую-то молодую семью, да, что там рядом обязательно были профессора. То есть они смотрели, чтобы где-то не образовывались. А вот самое плохое – это социально-однородная среда. Особенно, если это плохая среда. Даже там среда богатых людей социально однородная, она не очень хороша, и ее минусы называются. А вот если это неблагополучная социальная среда, то это вообще катастрофа, да, потому что люди из нее не выбираются. Она начинает там как-то самовыспродиться и загнивать. Но мы видели, собственно, классические примеры вроде Нью-Йоркского Гарлема, которого сейчас нет. Ну и у нас скоро такие на окраинах вполне себе появятся. Где-нибудь там за Балтийской жемчужиной. Мы скоро вполне себе будем это наблюдать. Даже не потому, что люди плохие, а известно, что если хорошими даже образованными у человека поместить его в определенные условия, в определенном окружении, он будет становиться таким неприятным, агрессивным и постепенно начнет решать законы. А выйти из этого круга довольно трудно. Так вот в Советском Союзе, ура, этого не было. Мы должны это вообще, как заявить сок в Ленинграде, беречь. У них была очень строгая, мы откроем Генплан с 1965 года, но там всего ничего оставалось до коммунизма. Он уже должен был наступить и наступить. Но там была очень ясная, прозрачная система планирования города. Это все были жилые районы. Это все были в основном только жилые районы. Но в городе было 14 планировочных районов с населением от 200 до 300 тысяч человек в каждом. И в каждом из них был районный центр. А планировочный район, он состоял из жилых районов, которые были площадью от 180 до 180 гектаров, в которых проживали не 7,5-10 тысяч человек. А вот в жилом районе было 6-10 микрорайонов. Были определены генеральным планом 1965 года стандартное расстояние до объектов. То есть мы, когда с одной стороны стали бороться с излишествами, с другой стороны мы сказали, что у каждого советского человека должна быть своя семья, своя жилоплощадь. Но это было трудно выполнимо. Коммунальные квартиры остались до сих пор. Но, тем не менее, целью же была плака. При Сталине, например, считали, что люди могут жить в бараках, и им ничего страшного в этом не будет. А они поживут в бараках, господи, работают же. И что, честное слово, об этом думать. А тут должна быть своя жилоплощадь. Но если своя жилоплощадь, то должно быть еще и что-то, что в этом человек социализировал. Это же социализм, то есть социальное государство. Так вот у вас в обязательном порядке, в радиусе 400 метров от 2, дома. Должна быть школа, детский сад, парк, магазин продуктов и хвостоваров, ну, таких самых необходимых. То есть, условно, типа магазин диета, спортивная площадка, клуб какой-нибудь должен быть обязательно, столовая и маленькая библиотека. И все это, на самом деле, то есть, мы говорим 400 метров, на самом деле, это еще и не переходя дорогу, вы должны были попадать в любой из этих городов. И это действительно работало. Я вросла в Купчино, в Дунайском и Купчинской, и ходила в школу в своем дворе. Вот эта вот советская история, она работала. То есть, ты 7-летнего ребенка, надевал на него и рюкзачок, и ребенок твой, метр в 100 или 200, шел в школу и, как правило, доходил. И там часть дороги мог наблюдать из окна за ним. В общем, все это совершенно действовало. А машина там, как был обычный дворовой проезд. Там ездили скорые и машины местных жителей, которые, в общем, быстро не ездили, а наши дети со мной выходили. То есть, это совершенно действовало, как, ну, такая местная жизнь. При этом, конечно, она изолировала от большого города. То есть, на самом деле, эти микрорайоны, они были в очень большой степени деревней. Мы еще поговорим об этом. Это, отчасти, неизбежный эффект современного большого города. В радиусе полутора километра. Полтора километра, ну, это уже так серьезно. Вам уже нужен автобус для этого. Ну, или какое-то количество времени. У вас должен быть клуб пионеров, кинотеатр. Кинотеатры все помнят советские. Стадион, библиотека. Ну, такая библиотека уже получше. Всякие ремонтные бюро, да, будка с ремонтом обуви. Бюро добрых услуг. И там специализированный магазин. То есть, тоже может быть универсал, например. Например. А вот в планировочном районе, в планировочном районе, в трех-четырнадцать. У вас уже говорится про сочетание, администрация, универмаг. Вот видите, то есть, универмаг, на самом деле, уже от вас далеко, да. Мы сейчас уже не привыкли к такому. Мы считаем, что торговый центр, он где-нибудь у нас должен быть поблизости. Мы как раз на него полтора километра определили. Выставочные павильоны и музыкальные школы. Но, в основном, все самое бессмысленное и ненужное. Кроме, может быть, музыкальных школ, потому что сочетаться все равно хотели в центре. И в районе это делали только совсем неудачники. А в администрации делать было нечего. В восточных павильонах выставляли какую-то хрень. Но, тем не менее, на уровне твоего... И это, на самом деле, очень характерно. Это тоже, о чем я говорила раньше. То есть, на самом деле, все хорошо работало на уровне микрорайона. Микрорайон действительно был такой, ну, в каком-то смысле, деревненный. Со всеми ее плюсами. А теперь давайте посмотрим, какие районы по генеральному плану 65-го года у нас застраивались. Это же страшно интересно и многое нам сейчас объяснит. Застраивался Васильевский район, Васильевский остров с Намылом. А потом Кировский район планировали застраивать от Нарской до Стрельной. Вот буквально так. Дальше. Московский и Фунзенский районы пробили тогда Новоизмайловский проспект. Проспект Славы активно строили. И вообще появилась Купчино. Все целиком. Невский район строили аж до Рыбацкого. Уже тогда планировали строить до Рыбацкого. Калининский, например, на Охты и Полюстру. Там уже запланирован Орловский туннель в том плане. Когда выворачивали Орловский туннель, это какая-то светлая современная идея. Нет, не светлая современная идея. Она предложена авторами генерального клана 1965 года. Выборгский район, который больше, чем сейчас Выборгский. Сейчас немножко иначе спланировано. То есть это площадь Мужества, Ноской шоссе, Удельная, проспект Морис и Тереса. Там прямо до Парголовы, Моринского ручья. Поразительно, какими расстояниями они мыслили. До Парголовы все-таки застройка городская не дошла до сих пор. И Новая Деревна Ниждановская у нас до Орги. Но, в общем-то, это Приморские курортные районы сейчас примерно. Потому как это называется. Какие мы можем сделать выводы? Они мыслили огромными расстояниями. Какими еще? Да, они окружали город равномерным кольцом новостроя. И эта штука работает... И технология, мы с вами работаем. Ну, да. Да, да. Технология... Мы с технологиями сейчас еще поговорим. Сейчас еще коротко вспомним серию. Да, они окружали город кольцом новостроя. Причем планировали, что это кольцо будет довольно большим. Это, на самом деле, неочевидный ход. Ведь их могли где-то строить, а где-то оставить на потом. Но вот они решили делать это так. Давайте посмотрим на некоторые серии домов. Тем более, некоторые из них легендарны. Вообще, мы должны гордиться. У нас было самое передовое панельное домостроение в Советском Союзе. В Москве все придумывали хуже. А мы прям... Ну, это вот такая одна из самых неудачных серий. То, что называется серия ГИИ. Г и ГИИ. Давайте снимем это ранние. То есть, мы посмотрим какие-то ранние серии, а какие-то чуть более поздние. И увидим разницу между ними. Значит, Г – это слово «газобетон». Уже плохо. Нам уже не нравится газобетон. Мы не хотим жить в газобетоне. И играется, когда индустриальный. Когда, так сказать, лучше автоматизируется в процессе построек. То есть, там состоялись с секцией. Секция была размером 13,8 на 8,3. В секции помещалось примерно две квартиры. 15,9,6 – стандартная аббреватура для этих квартир. Это размер комнат. В трехкомнатной квартире такая секция. То есть, комнат было много, но они вот как-то так нарезались. 24 метра потолки. А авторами, между прочим, вот этих убогих, как нам сейчас кажется, домов серии Г и ГИИ, были Валентин Каменский, то есть автор «Генерального плана» 65-го года, и последний большой архитектор Ленинграда Александр Жук. Вот так-то. И вот еще раз она серии ГИИ. Давайте теперь разберемся с тем, что такое серия. А серия – это не тип дома. Вот там пятиэтажка с определенным количеством подъездов – это еще не тип дома. Серия, на самом деле, это набор элементов, которые используются для производства этого дома. То есть она, грубо говоря, может быть пятиэтажкой, а может быть семиэтажкой. А из этих же элементов, может быть, можно собрать и 16 этажей дома. И вообще говоря, вокруг этого основная дискуссия и велась. С одной стороны, нужно было сделать производство массовым, как можно более дешевым и унифицированным. То есть вы должны собирать дом из минимального количества разнообразных деталей. Вот чем меньше деталей, которые вам требуются для сбора дома, тем лучше. Мечта. Мечта человека из Баухауса. Не знаю, понравилось ли бы им на самом деле, но вообще вот они хотели этого. Выключите, пожалуйста, телефон. Я уже выключила, и вы выключайте. А то я не буду говорить. То есть вот эти вот дома, они выглядят по-разному, но они к одной серии относятся. Это не очень удачная была серия. Но вообще непонятно, удача или не удача, мы сейчас разберемся. А вот серия И-507. И-507 – это наши самые популярные, самые распространенные пятиэтажки. Давайте еще будем знать их в лицо, потому что мы знаем основные памятники архитектуры в лицо и бирже. Ну вот четыре серии, мне кажется, которые мы все должны знать. Вот, и 507. Это в основном пятиэтажки. Они строились с 1959 до 1972 года. Мы это все видим. Разработчики тоже не последние люди в нашей архитектуре. Это Евгений Левинсон. Автор много чего там, начиная от дома на Карповке, станции метроавтового гостиницы «Советская». Вот еще эти пятиэтажки. И Давид Гальдгор, который построил некоторые здания напротив Смольного, а еще спланировал целиком Купчино. Это вообще один из самых наиболее удачно спланированных советских районов. Это была пятиэтажка, и она почти никогда не становилась ничем кроме пятиэтажки. Ее уже производились панели. И вот мы знаем ширину стен при ней. Там она дальше будет смешно выдохнуть. Эти ширина стен. Здесь внутренняя стена 25 см, а внешняя примерно 50 см. И мы, в общем, поймем в какой-то момент, что это довольно много. Потому что дальше мы дошли до 14 см в толщине стен. Тут прям самая популярная наша пятиэтажка. Находка их архитектурная была в том, что она все-таки, смотрите, вот там с возможностью вариации балконов с довольно большими окнами, которые они умудрились вставлять в эту секцию, она все-таки могла... То есть ее фасад был более или менее, ну, как-то украшен. Да, Леон Сон же был мастером этого. Мы все-таки не видим здесь вот того, что мы... А можно вопрос? Внутренняя стена точно 25 см? Между квартирами, да, я думаю. Между квартирами? Нет, ну, внутри квартир, то есть перегородки — это третья, а именно то, что на заводе производили. Я, в общем, читала большое исследование. Внутренние прибытия между квартирами. Нет, это внутренние прибытия между квартирами. То есть внутри квартиры стены, конечно, были меньше. Ну да, да, мы говорим сейчас про несущие стены. Посмотрите, они смогли придать ему какой-то, какой даже игривый внешний вид, на самом деле. И действительно, внешний вид, честно, мне эти петелёшки нравятся. В них есть какое-то обоняние, да, в них есть при этом какой-то ритм фасада. Ну и вообще видно, что называется, что люди работали на нём, при том ограниченном наборе возможностей, которым они обладали. Дальше 1ЛГ-600 усложняются, номера серий. А потом опять упростятся. Это уже 65 и 77, вот всего 10 лет их строили. Это знаменитые дома-корабли. Что там было такого в них гениального? Они пытались, на самом деле, тоже придумать, ну скажем, более мелкую стандартную панель, чтобы сделать больше возможностей вариаций. То есть вот эти дома, их уже можно было строить в довольно сложной форме, эти дома-корабли. И вообще их так, ну, они стали так популярны за дизайн. Вот дизайн пятиэтажки советские люди не оценили, а это оценили. Потому что это было такое, что это почти западное. Даже была легенда, что якобы их придумали в Польше, да, потому что не могли ничего хорошего придумать у нас в Советском Союзе, но их не придумали в Польше. В Польше их построили всего лишь несколько, явно совершенно по нашим ленинградским лекам. Просто не тяжело было людям в Советском Союзе, они уже думали, что хорошие не верили, что это хорошее все-таки было. И это был правиль, да, такой. Люди, ну, увидели какое-то необычное здание. Притом вот я не очень понимаю, считала, что они подходят для условий тайги. Да, но при этом у них считается отвратительной совершенно теплоизоляцией. Я сама это в домах-кораблях не раз наблюдала. Ну, в общем, не знаю, может быть там в условиях тайги она не очень хороша. Ну, я просто прямо заходила много раз в гости. Санкт-Петербург находится в районе Тайги. Нет, ну ладно, слушайте, не в тундре же. Все хорошо. Слушайте, я вот завтра собираюсь в Норильске. Вот там, кому спасибо сказать. Я вот тоже в прошлом году все думала, ну почему я живу в Петербурге, а здесь так холодно. Вот живут же и в Сицилии люди, и в Неаполе живут. И в Норильске. Да, хорошо. А потом, знаете, я съездила в Норильске, ездила в Мурманске, ездила в Осно. И подумала, ну хорошо мы живем в Петербурге, на что, честное слово, жаловаться. Хорошо, нормально живем. И красивый город, и не такой холодный, как нам кажется, честно. Бывает гораздо хуже. Еще там в Виннипеге в Канаде. Хорошо, хорошо, нам все. У нас кофе вкусный и дорогой. У них там очень плохие, как правильные дома, между прочим. Мы все нашли друг в Канаде. Это ужасно. Мы слышали. Тут, как правило, социализм. Нечего скрывать друг от друга. И здесь уже был социализм. Теперь был нечего скрывать друг от друга. Довольно много у них капитальных стен. То есть там трудно делать какие-то перепланировки в этих домах. Но смотрите, какие они на самом деле невероятно красивые. Я не нашла, к сожалению. Вот это примерно мы видим. Планировку этажа. Но самый главный вывод, который мы делаем отсюда. Подождите. Трам-пам-пам. Нет. Сюда нажимаем. Вот. У них есть потрясающая красота. Здесь же был дом в сосновом поляне, который вот так вот сгибался. То есть вот из этих секций можно уже построить что-то похожее на то, что мы видели в Амстердаме. То есть это можно уже сделать из этого произведения искусства. Но кухня здесь была размером 6 метров. Его даже хотели сделать поменьше. Но какой-то добрый, в общем-то, то ли инженер, то ли архитектор посчитал, что, чтобы встать из-за стола, 40 сантиметров нужно. И поэтому 6 метров кухня сохранили. И мы до сих пор очень, ну, приживаем за это, да. Вот мечта, так сказать, постсоветского человека, да. Эта кухня не меньше 10 метров. Вообще лучше всего сномать стенку между кухней и соседской комнатой и сделать себе столовую. Потому что этими 6-ти метрами столько поколений нас было измучено, да, вот эта невозможность там разойтись, да. И пропурив их вечера. Ну, да, ты понимаешь? Понятия разные. Понятия. Сначала мы приехали с коммунальным каслением в отдельную, да. За 6-ти метров как 33 часов приезжает. Совершенно другой. Вот, конечно, 137 серия, наше абсолютное пролюк. Весь Советский Союз нам завидовал. 137 серия. Они придумали простую вещь. Они придумали панели шириной 120 сантиметров, модуля. Из них можно было, они придумали, как собирать 10 вариантов квартир, а это уже было достаточно для того, чтобы учесть всю социальную сложность. Вот это такой обидный факт. Нам кажется, что мы устроили все очень сложное, наши отношения с родными и близкими. Когда заделают грузы специалиста, они примерно подчитывают, что для того, чтобы учесть все возможные социальные структуры на уровне семьи, достаточно 10 вариантов планировок. И в общем, я боюсь, что это примерно близко к правде. Если бы считали сейчас, наверное, посчитали бы какие-то другие планировки, но в целом количество получилось бы примерно то же. Мы просто устроены. Это действительно уже был конструктор. 120 сантиметров. Это такая секция, они придумали 120 сантиметров. Например, ширина у вас лоджия может быть, а 240 ширина кухни, ну и так далее. То есть это довольно легко варьировать. Она позволяла по-разному планировать этажи. То есть кухни и санузлы должны быть в одном, друг над другом находиться. А все остальное могло быть по-разному. То есть у вас, например, у второго этажа могла быть в этом месте трехкомнатная квартира, а на одном, а там выше двухкомнатная. Это невероятный был прорыв. И вообще можно было строить дома разных форм. И вот, смотрите, такие они. Я в одном из таких домов выросла. Страшно они мне нравились. Вот тут я точно могу сказать, теплоизоляция была их довольно плоха. Были некие странности, собственно, в планировке, хотя они критичные. Например, в доме где я жила, была очень странно вот так вытянута, устроена кухня. То есть метров там вроде бы было больше, но как им воспользоваться было совершенно непонятно. Но главное, что с этими домами случилось, они очень плохо сохранялись. Вот у них все было прекрасно, весь Советский Союз там завидовал, были впереди планеты все, а потом оказалось, что это все довольно резко превращается в труху быстрее, чем, например, те же пятиэтажки. И фунчают труху. И в общем, когда там, сколько-то там, десять с чем-то лет назад, я очень советую маме эту квартиру продать, пока ее продать вообще в принципе возможно. Хотя тоже, да, эстетика некоторая в них есть. Ее можно, наверное, так сказать, создавать. Вот это все из этих элементов создано. Что дальше у нас пошло не так по сравнению с остальным миром? Мне вообще к 70-м годам начало догадываться, что вот эта идея про блюзианского города, она не очень хорошая. Стало понятно, что что-то идет не так. У меня есть классический случай, это жилой комплекс Пуритайга в Сент-Луисе, который тоже был похож на все вот эти наши дома, в который поселили афроамериканцев, как сейчас принято говорить, неблагополучных. И создали для них там все условия, чтобы они хорошо жили, там, большие коридоры, общая пространство. Все, о чем все собрали, как урбанисты любят говорить, там, соседские центры, там, то все. Но и афроамериканцы, недолго думая, они в этих коридорах начали друг друга убивать, грабить. Ну, а, собственно, почему нет? Ну, в этом, собственно, проблема, да? Это не была проблема архитектуры, да? Это была проблема, что там, всех социально неблагополучных людей селили в один дом. А еще и в непривычном на них среду. Они просто больше ничего не могли другого придумать, кроме как убивать и грабить. А у них даже примера никакого другого не было под боком. Потому что сбоку, там, рядом жил точно такой же хулиган, который собирался убивать и грабить тебя. Это, ну, что называется, кто первый. Построил этот жилой комплекс архитектор Минор Вимасаки. У которого вообще очень трудная архитектурная судьба. Потому что сначала построил этот комплекс, и его в 1972 году взорвали. Потому что это было невозможно. Они поняли, что они не исправляют эту ситуацию, нужно куда-то их там растерять, где они привыкли жить. И как-то комплекс взорвали. Но дело в том, что все бы ничего, но этот же самый Минор Вимасаки был автором торгового центра. World Trade Center, в который влетел в самолет в 2001 году. Вот так он дважды печально вошел в историю. Архитекторы довольно рано начали понимать, что что-то с этим идет не так. Вот это Сент-Луис, вот он в момент взрыва, в свою приплю и тайгу. Архитекторы искали выход. До 1950-е годы голландский архитектор Констант Гивенхейс. Это такая теория. Ну, в общем, да, коротко. Мы вовремя не одумались. То есть мы должны были там годы, начиная с 1975-го, начиная думать о том, как бы сделать эту ситуацию лучше. И тогда, скорее всего, в 1995-м или 2005-м у нас получилось бы. У нас не получилось, потому что мы не начали об этом вовремя думать. Потому что у нас не было свободной научной мысли, на самом деле. Потому что мы были очень сильно все-таки уже закрыты от внешнего мира. В 1930-е годы это, как ни странно, еще не ощущалось. Потому что связи еще были довольно плотные, сохранились. А вот в 1960-е, там, в 1970-е, тут же ощущалось полной мере. Наша изоляция, а это всегда плохо для профессии. В общем, Констант Гивенхейс в Голландии придумывает новый Бавилон. Это город вечного досуга. Чем он отличается от того города, который мы видим? Мы видим город, где люди работают. Ты приехал домой, значит, поспал, постирал, поел, детей в школу отвел и пошел работать. А город вечного досуга уже более понятный и близкий нам город. Это город, где людям работать приходится все меньше. Это законное развитие, индустриальная революция. Сначала мы работаем больше, производим больше ресурсов. А потом нам нужно мало совсем работать, чтобы производить достаточное количество ресурсов. Вот мы начинаем много отдыхать. Но мы уже отчасти живем в таком городе досуга, на самом деле, в Петербурге. У нас на каждом углу, по крайней мере, придают нам кофе в стаканчиках. Полно баров. То есть, вообще, досуг – очень важная часть нашей жизни в городе. Мы не путешествуем с работы до дома и утром из дома на работу, наоборот. Ну, вот вы, например, пришли слушать мою лекцию. Совершенно верена большая часть из вас не имеет в этом профессиональной потребности. Вот эта роскошь, которую в 50-е годы мало кто мог бы себе позволить. Да, и те, что не мог бы себе позволить. Подумать, зачем, да? На курсе повышения квалификации, понятно, там, не знаю, язык выучить. А вот сидеть, значит, от балды, набираться каких-то знаний, ну, ну, пошли там, хотели развлекаться, но сходили с семьей в кино на выходных. И достаточно. Но, на самом деле, есть правильный склад, что город будущего – это будет город, где люди будут много-много отдыхать. И сейчас даже, даже голландцы говорят, и мне кажется, что они вполне разумно это говорят, это будет проблемой. Потому что творческий человек, он же агрессивен по своей природе, и не склонен считаться с другими. И вообще любое созидание творческое, оно происходит за счет разрушения чего-то. А если совсем на простой язык приводить, то толпу людей, которые отдыхают и развлекаются, довольно трудно обуздать. Никаких гарантий, что они будут себя вот сами по себе так вести хорошо и уважительно по отношению к ближнему, их вообще-то нет. Но, тем не менее, вот такой вот он придумал новый Вавилон. И вот красивые картинки, их еще много вы можете найти. А вот макет этого нового Вавилона, он приподнят уровнем земли. Это важный момент, его потом используют. В Советском Союзе, кстати, отчасти использовали, сейчас в градостроительстве. То есть там, под ногами у тебя ездят машины, а город находится на платформе, где машин нет. И все ходят пешком. Потому что машины, ну, они не должны быть сейчас, видимо, отдыхать чем-то дома. А с другой стороны, была драматичная история в Нью-Йорке. Константин-Неменькийский, это еще даже 50-е годы. То есть это совсем ранняя пташка, такой бизионер, который увидел, что должно быть дальше. А это Роберт Мозес, который планировал Нью-Йорк и на свою дурную голову запланировал через Гриноч-Виллович перекинуть железнодорожный мост. Гриноч-Виллович был такой тогда богемный, не очень дорогой район. На нем жила женщина, помимо Джейн Джейкобс. Некрасивая, невероятно обаятельная, экономист по образованию. И она, ну, ей, что называется, не понравилось то, что происходит. Она стала поднимать восстание против этой железной дороги. Но она стала не просто поднимать восстание. А она подложила под эту такую теоретическую базу. Сказав, что, на самом деле, вот эти вот связи, да, то есть железную дорогу сверху, да, она что-то там соединяет. Но люди, которые ее строят, они не видят, как жители самого Гриноч-Виллович ходят друг к другу в гости, из магазинов в бар и еще куда-то. Она сказала, что именно эти горизонтальные маленькие социальные связи, они образуют экономику американских городов. И разрешая эти связи, мы не просто разрешаем эти связи, мы разрешаем экономику. Тут, может быть, масса теорий. Можно сказать, что экономика города так и была устроена. А можно сказать, что в 60-е годы Джейн Джейкобс предвосхитила наступление, так сказать, постиндустриальной эпохи. Потому что, ну, в 70-е годы из Нью-Йорка стала массово исходить промышленность. И действительно, Нью-Йорк современный, да, он держится именно в том числе и на этих связях. Это город с постиндустриальной экономикой. То есть, может быть, на момент написания Джейн Джейкобс еще и не была права. Но там через 20 лет она, конечно же, стала правой. Не будем дальше подробно на нее смотреть. Она, в общем, не держала победу, да, мы знаем, мост не построили. Ее книжка «Жизнь и смерть американских городов» стала классикой. До с нее все сложилось хорошо. А это Янгел, который начинал в 60-е годы в Дании. Потом под давлением левых ему пришлось уехать даже в Канаду. Но он придумал совершенно с другой стороны, к которой он подошел. Он подошел так очень технично. Он исследовал качества среды, в которых людям хочется находиться и отдыхать. И вот он придумал, что не должно быть долгих красных светов, не должно быть подземных переходов. Должны скамейки стоять так, чтобы мы наблюдали за толпой, когда на них сидим. Что обязательно, не то, чтобы везде должны быть рюмские палацы, но обязательно должен быть такой дизайн-фасад, на котором много деталей. Потому что человек за них цепляется и чувствует себя лучше. И вот он ездит по городам, и как пророк нового времени проповедует вот эти уличные кафе, зелень, минимальное количество машин. Но при этом тоже не нужно... Вот у нас очень любят наши представители власти, региональные, федеральные. Они же мне говорят, ну вот, в Копенгагене нет машин, мы давайте откажемся. Вообще в Копенгагене, конечно, сейчас в центре машин довольно мало, там огромная пешеходная зона. Но вообще, к говоря, они отказывались от 2% парковок в год. То есть для постоянно живущих в городе везде это всегда было безболезненно. Вот таких нежданечков, как любят у нас, когда ты проснулся с утра, отомрался, что-нибудь перекрыли. На эту улицу у нас теперь будет пешеходная. Там так неделали. То есть это вводится очень постепенно. Это многолетний труд. Но тем не менее, Янгейл, так сказать, очеловечил огромное количество городов. И это действительно работает как такая супертехнология. То есть я просто вычислил, как там математически устроены вот эти все итальянские пьяцы, пьяцетты. И принес их в другие города. И все это работает. То есть он приходит, берет площадь в центре города и превращает ее в рай, запрет кучино, лимонад. И играет в какие-нибудь тигмы. Это Нью-Йорк, а это, собственно, Копенгаген, его пешеходная зона. А с другой стороны, более фундаментальная критика. Она исходила, например, от Роберта Вентоля, который говорил, что вообще ошибка, думать, что архитектура проста. Потому что она сложна и противоречивая. В Великой огне это как называется сложности и противоречия в архитектуре. 1966 год. И он верно указывает, то есть если мы перескажем ее в нескольких предложениях, его основные мысли, что на самом деле модернизм он решает какую-то одну задачу. И бросает все силы на ее решение. Он простым методом решает одну задачу. А вообще-то архитектура всегда, испокон веков, она какими-то сложными и противоречивыми методами решала сложные задачи. Она не говорила, что мы хотим только обеспечить там жилое пространство и удобство. А она при этом хотела как-то вписаться в ткань города, в том числе, и еще, и еще, и еще. И поэтому она всегда устроена сложно. И сам Роберт Вентер признавал вот эту парочку его знаний, но сам признавал, что ему лично ничего сложного и противоречивого построить так и не удалось. Но вот это вот, то есть он на очень большом количестве исторических примеров доказал, что в общем архитектура к простоте не стремится, да, и эта крайняя рационализация, она не хороша. А это Альдероси, который подошел к таможену, скажем так, с метафизической стороны. Сказал, что вообще в городе важна не функция, и вообще плохо очень, когда функции разнесены, и ты просто тратишь время, а значит весь город тратит деньги, да, на переезд там с работы в офис, да, и лучше бы не ездить, да, лучше бы как в средневековом городе. Ты здесь работаешь, так, здесь ты живешь, а внизу у тебя там мастерская или магазин или что еще. Ну, просто экономически это лучше, физически для человека. А плюс такой метафизический румяк, что вообще важна не функция, да, а что в городах сформировались такие формы типа. Например, дворец. Вот это, проще всего объяснение, например, вот, зимний дворец. Он уже давно музей. И может даже, предположительно, может стать чем-нибудь еще. Не знаю, библиотекой. Или, ну, в общем, даже не будем предполагать. Допустим, нам будет музей, мы хотим, чтобы он был музеем. Но для нас все равно дворец. Мы его глазами распознаем как дворец. Вот это и есть форма типа. Или, например, пантеон, да, пантеон это храм. Хотя сейчас это здание с неочевидной функцией, да, потому что оно немножко церковь, немножко место скопления туристов. И, в общем, Бог знает, что еще, да. Но оно все равно для нас древнеримский храм. И нам даже странно думать о том, что там христианская церковь, потому что мы распознаем им именно древнеримский храм. Больше того, если в христианской церкви расположится клуб, что тоже бывает, мы все равно будем видеть в ней только христианскую церковь, в которой почему-то там находится клуб. И он сказал, что эта функция, она более постоянная. Что социальная структура общества сменяется, а формы типа остаются. И они являются вот тем, что мы наблюдаем в городе. Вы знаете, понимаете, Аль-де-Росси, он жил в Милане. В Милане много старой архитектуры, она производит довольно сильное впечатление. Ну вот так Аль-де-Росси пытался начать эту проблему. Вы понимаете, это на самом деле один большой жилый комплекс, который визуально разделен как бы на много домов, имитируя старую среду. И вот здесь происходит нечто похожее. А это... Нью-Йорк. Потому что у нас нет фотографии Рэма Колхаса, поэтому я забыла, о чем это сказать. Я хотела сказать про Рэма Колхаса, который тоже на самом деле подвел свою теорию под современность в архитектуре. И он сказал, что, конечно, да. Что все должно быть устроено иначе. Что пока в благонравной Европе все делили на функции, настоящий тип современного города разорвался в Нью-Йорке. Это как? Это когда в одном квартале, помним, в Нью-Йорке, у нас появляется одно очень большое здание, в котором смешана функция. То есть, которое у нас является одновременно и офисом, и развлекательной площадкой, и жильем, и бог знает чем. И которое, вообще говоря, является городом в городе. Вот каждое здание у нас обладает всем необходимым набором функций. Вот так вот он примерно это изображал. И вообще говоря, оно стремится к автономии гораздо более чем связанности. И город у нас становится архипелагом. То есть, город это больше не какое-то одно пространство. А это люди, которые от одного гигантского пространства путешествуют к другому гигантскому пространству. Нью-Йорк, слава богу, вот его здание CCTV в Пекине, одно из самых известных. Нью-Йорк, слава богу, таким не стал. В Нью-Йорке вполне себе живые улицы. Но вообще мы себе можем легко представить этот феномен на примере торгового центра галереи. То есть, это действительно некое гигантское городское образование, в котором много функций. Это может провести очень много времени. Которому вообще лучше бы, чтобы ты на улицу не выходил. То есть, ему не нужен город. Его интересует город только как инфраструктура, к которой он подключается. А дальше все. Дальше ты пропадаешь в бесконечных его коридорах. Ну, и как бы это не очень хорошо. Мы считаем, по крайней мере, ну, не то, как нам нравится жить. Нам больше нравится, например, ходить по улице Рубинштейна и заходить там в одно кофе или в другое, чем бесконечно находиться в галерее. То есть, оно как бы хочет заместить себе горы. Но смотрите, какие сам Рампулхас находят изящные этому решения. При этом, что иметь в виду, это в городской структуре нужно. Это жилой комплекс. Вполне себе, что-то даже похоже на наши дома корабли. Но он вот эти бывшие панели сложно располагает. То есть, вы представляете, что да, это город, но давайте тогда сделаем его, что называется, хорошим городом. Пусть там будут террасы, пусть там будут сады, пусть там будет какая-то сложная структура, в которой люди будут передвигаться. Пусть он не будет таким уже совсем убогим и примитивным. Пусть это будет с какой-то выдумкой. А это, например, Крестфилл Александр, знаменитый теоретикой архитектуры, который изучает, он скоро будет отсюда выгонять. Но мы и сами пойдем. Я скоро заканчиваю, честно. Минут пять еще. Десять. Ну, он вообще, его коллеги говорят, что самая органичная форма жизни социальная – это трущобы. Да, в трущобах нет воды, там грязь, там все бедные. Но это одна сторона медаль. С другой стороны, трущобы, будучи построены человеком, они обеспечивают нам идеальное взаимодействие социальное. Вот в трущобах формируются комьюнити, в трущобах жители знают друг друга, они друг другу помогают. А они там знают, что живет там какая-нибудь, не знаю, целительница Мария, там семью этажами выше себя, которая поможет. А они привыкли к взаимопомощи. Это все к чему. Мы этого не пережили, совершенно и не осмыслили. Мы перешли от нашего социалистического города к еще более бескидному капиталистическому. То есть мы стали еще хуже строить инфраструктуру, ну, смотря на, не знаю, какой-нибудь Мурино, еще больше налегает на количество квадратных метров и меньше на качестве этой архитектуры. То есть у нас осознанности не произошло. И отчасти, мы можем сказать, отчасти, да, там у нас трудная судьба, мы там не можем отправиться от коммунизма, у нас то-се, там у губернатора, он у нас бегло в снег, не может расчистить, вы нам говорите про станцию метро. Но на самом деле, в какой-то степени, мы платим за то, что, ну, за Иосифа Александровича, за то, что мы эту архитектуру ненавидели. Потому что вырвались из порощенного круга, да, это проблема, да, это проблема для нас, это проблема для всего мира. Посмотрите на новостройки в Китае. Они чуть более бойко сделаны, то есть там чуть более гладенько, но их еще больше, да, и они гораздо более отвратительные, да, еще чем у нас в Мурино. И там, правда, это все города-призраки, да, там миллионы квадратных метров, в которых, может, там, не знаю, на 20% они заселены. Вырвались из порощенного круга те, кто эту архитектуру полюбил. Он ее полюбил, увидел ее недостатки и их исправил. Я имею в виду архитектуру, вот, модернизм. Это город Эртердам, после бомбежки. А это город Эртердам сегодня. Потому что вот это вот здание, оно совершенное, и мост, да, на последние, там, 10-15 лет. А это вот знаменитый вот эти кубический дом, который подходит прямо над проспектом. А вот там этот дом-карандаш тоже со странными окнами. Если вы приедете в Эртердам, вы очень ясно видите, что там происходило. Там сначала в 50-е, 60-е годы строили скучно. Потом в 70-е строили очень мило, как везде. У нас какой-то выдумка, но так довольно тяжеловесно все и мрачно. В 80-е стали строить выдумку, но тоже чаще уныло, и не вполне умело. В 90-е они стали приглашать к себе лучших архитекторов мира, типа Ренца Пьяна, например, да, Нормана Фостера, который построен, не построен, а в 2000-е они совершили прорыв. Они превратили вот этот скучноватый город в очень приятный город для жизни. То есть они, грубо говоря, взяли наши купчины, да, и его преобразили. Они сделали цветные, симпатичные фасады, они сделали рабочие первые этажи, они сделали из этих широких улиц бульвары, они стали использовать там дерево, они стали строить какие-то пешеходные дороги. Мне кажется, чтобы это был красивый город, но это действительно потрясающе удобный город, очень симпатичный. И им это удалось не потому, что они в 50-е начали строить, и пошло классно, да, эти 50-е годы примерно как мы строили. То есть у нас в 50-х это тоже такие, ну, примерно хрущевки. Но дальше, видите, все это, да, они отказываются от этого, как бы продолжают, делаю лучше, лучше. У них вдруг, что называется, получилось. Поэтому для нас, к сожалению, и тоже понятно, почему, на самом деле, современную архитектуру мы не можем просто отторгнуть от себя, потому что она предиктована очень большим количеством факторов. Это же не то, что кому-то нравится так строить, потому что так много людей в городах, такая экономика, такие технологии и так далее. Мы не можем вернуться в 19-й век. У нас нет уже этого билитика. Нам его никто не продаст. Поэтому, к сожалению, единственный путь для нас это принятие, да, принять, что мир такой, архитектура такая. И дальше подумать о том, что мы можем с ней сделать. Ну, вообще, Петербург очень красивый, во-первых, город. Во-вторых, это город, которому удалось по крайней мере один раз, а на самом деле не один, совершить прорыв. Поэтому я уверена, что все получится. И мы еще научим всю Россию строить что-нибудь такое невероятное. Спасибо вам большое. Спасибо.